Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, пока новостей особых нет, я вам покажу ещё одну покупку. Вот, правда, это будет не распаковка, я её уже распаковал, опробовал. Ну, коробочку я вам покажу. Вот коробочка. Вот такая вот. Вот он, этот аппарат. Огроменный. 20 вольт, это 20-ти вольтовая батарейка. Вот, что это такое? Бловер. Бловер. Я не знаю, как по-русски. Но это как пылесос, только наоборот. Посветлее, что ли, сделать немножко. Ой, оно ещё темнее сделалось. Как пылесос, только наоборот. Он дует, дует. Оттуда, откуда должен сосать, он дует. Раньше, вот у нас был пылесос-ракета. Там просто трубу меняешь, вот в другую сторону вставляешь, и всё. Вот, и он дует. Для чего это может быть нужно? У нас тут все, вот, с бловерами. Ну, знаете, вот, привести в порядок, допустим, листья куда-то сдуть. Граблями неудобно, а этим просто дуешь. Листья падающие, да, вот, сдул в одно место, потом собрал их в кучу, и, значит, уже убрал там, выкинул их, да, или сжёг, например, да. Вот, ну, вообще, я с другого конца шёл. Я тут компьютер недавно чистил, замучился. У меня есть, если найду сейчас, такая дудочка. Да, есть, да, она, вот она. Вот, ну, кризма, короче, да. Ну, она слабенько дует, чё там. Вот. И я начал смотреть, что-нибудь придумали такое электронное. Придумали, но она работает от сети. И почему-то все 220-вольтовые, вот. Где я смотрел на eBay, и где я смотрел на Алиэкспрессе, на 220 вольт, на 110 что-то нету. А если есть, они мне не нравятся. Вот. Ну, тут, да, хорошо дуют. Вот. Причём некоторые так, что вот там тоже трубу переставишь, и он, типа, сосать будет. Но это, это не сосалка настоящая, это ерунда. Не пылесос, я имею в виду, плохой, да. Да, уж луч отдельный, да, у меня пылесосов. Но надо будет вам ещё пылесос как-нибудь показать. О, это хорошая идея, только его отвинчивать надо. Ладно, тоже старая покупка. Вот. Ну, а теперь с этим блогером. Вот я искал, чтобы дуть хорошенько в компьютер, чтобы вся пыль разлетелась. А потом её уже собрать. Главное, чтобы там внутри не было. Вот. И я вот купил себе, нашёл. Смотрите, какой. Он ещё вдобавок автономный. Вот он, блогер весь. Похоже на этого, на Шварценеггера, да. Темновато что-то. Сейчас, ребята, я посветлее делаю. Вот так. Вот так лучше, да. Вот он. Вот он здесь вот. Ручка у него. Вот так вот работает. Вот ручка, да. Вот. И, значит, труба. В коробке что было? В коробке было вот это всё, да. Только вот эта труба, она отдельно лежала. Я её уже вставил, да. Вот. Был к ней аккумулятор 20-ти вольтовый. У меня была мысль. У меня есть уже один прибор с 20-ти вольтовым аккумулятором. А, всё падает у меня здесь. Оп. У меня есть один прибор с 20-ти вольтовым аккумулятором. Думаю, вот в замену как-нибудь. Да, у меня дрель хорошая. Здесь тоже литиевая. Тоже 20 вольт. Вот. Но они друг другу не подходят. Они не взаимозаменяются, к сожалению. Хотя, хотя выглядят похоже. Это Black & Decker, очень популярная фирма. А это, не знаю какая. Он так и побольше немножечко. Ну, в общем, не годятся они. Взамен не идут. Да что я тебя кашляю. Вот. И вот, смотрите, теперь я беру этот блогер и вставляю сюда батарейку. Он не тяжёлый. Совершенно. Опа. Собаки страшно боятся этого звука. Вон, даже... Ух ты, пыль полетела. Ну, ёшкин свет. Это у меня здесь жалюзи. Вот с них. Я что сделал, да? Я пока в компьютер не лазил. Я сунул её под диван и дунул как следует. Ребята, сколько оттуда всего повылетало. Мне пришлось потом вот... Вы не поверите, я вот так вот сгребал эту пыль. Ну, стыдно признаться. Ну, действительно, под диван не пролезешь пылесосом. Вот. Потом пошёл на улицу. У меня... Ну, у нас там балкончик небольшой. И там в углах полно всякой тоже всячисти. Вот. Я туда как дунул вся эта всячесть. Листья какие-то старые. Тоже не доберёшься. Я летом иногда шлангом вот с водой мою. Да. А это прям вот... Один раз дунул. Во-первых, собаки разбежались в момент. А во-вторых, всё, весь этот мусор тоже у меня улетел на улицу. Ну, там уже проще, как говорится. Главное, что здесь чисто. Понимаете смысл, для чего он нужен, да? И, в общем, штука хорошая, штука недорогая. И штука... У меня была мысль купить... Знаете, есть у нас и электричество от шнура, но это вообще ураган. Да. У меня была мысль купить бензиновый. Здесь вот эти мексиканцы ходят вообще у него за спиной рюкзак. Там он так вот дергает мотор, начинает работать, да? И, значит, он дует, ходит. Ну, там уже промышленная такая штука. У него ширина... Вот у меня всё-таки узенькая вот эта, да? А у них ширина примерно... Ну, она на конус как-то вот так вот. Ну, широкая, короче, вот эта дыра. И она дует очень далеко. А вот этот бловер мне вполне... Ещё и летом, да я уже сейчас пользуюсь. Вот просто сдуть, выдуть откуда-нибудь из какого-то угла пыль, куда не доберёшься ни пылесосом, ни тряпкой, ничем. Вот. А потом уже потихонечку эту пыль собирать. Ну, хотите верить, хотите нет, но эта штука очень популярная. Их расхватывают как горячие пирожки. Тем более она... Она стоит что-то недорого. Сейчас я гляну, если вы меня подождёте, я сейчас гляну, сколько она мне встала вместе с... Вместе с пересылкой. Ну, пересылка бесплатно. Она мне встала... Витём... Так. Тридцать... Тридцать пять долларов по клублёнку. Вот такие дела, ребята. Так что я, если... Особенно моим американским друзьям. Ну, или кто там, дачники какие-нибудь, да. Ну, или свой дом, да, большой. Или вот просто вам нужно пыль откуда-то выдать из того же компьютера. Я говорю, она дует... Зашибательно. А вообще можно подумать, может быть, куда-то ещё её приспособить. Вот такие дела, ребята. У меня всё. Всего хорошего. До свидания. Вот такие штуки у нас интересные в Америке. С вами, доктор Владимирович. Это я опять забыл показать. В общем, там был блогер сам. Вот насадка для трубы. Аккумулятор я показал. Вот зелёненький, да. А к аккумулятору ещё вот такой блок питания небольшой, да. Этой стороной он вставляется в сеть. Видите, у нас какие плоские вот эти вот. Плоские, сказал, да. Вот они плоские. И вот такое приспособление. Вот так вот его вставляешь в батарейку. Вот так. И включаешь в сеть питания. И здесь вот лампочка зелёненькая, да. Вот она. Ну, есть она. Ну, вот зелёненькая, да. И вот она мигает, когда он заряжается. Как только он зарядился, свет постоянный горит. Вот и всё. Я уже заряжал. Долго заряжается. Это, между прочим, показатель. Если хорошая батарейка, то заряжается всегда долго. Ну, ладно. До свидания. С вами доктор Влад.